Какой мальчишка в детстве не любил лазить по деревьям? Сегодня мы вам расскажем о спортсменке, которая в юные годы в этом упражнении могла дать фору любому соседнему мальчугану. Ирина Калентьева родилась 10 ноября 1977 года в деревне Нарваш-Шигали Батревского района Чуваши. Воспитанница заслуженного тренера России Владимира Краснова. С 1996 года входит в состав женской сборной России по маунтейнбайку. Чемпионка мира, победительница Кубков мира. В 2000 году, несмотря на успешное выступление на отборочных стартах, не была включена в итоговую заявку Олимпийской сборной России волевым решением руководства Федерации велосипедного спорта. Участница 28-х Олимпийских игр 2004 года в Афинах, где заняла 13-е место. На играх в Пекине в 2008 году в острейшей борьбе смогла войти в тройку призеров, став обладательницей бронзовой медали. Была она такой веселой, очень шустрой, временами даже непослушной. Непослушной в плане того, что любила лазить на деревья, на заборы, порванные платья постоянные, на турниках крутилась. Из-за этого мама боялась то, что она упадет и не знает, что случится. Я помню, какая я живая была всегда, активная была. Я не знаю, я не могла сидеть в одном месте, это точно и правильно. И до сих пор у меня мать говорит, хоть какое платье одевала, хоть какое-нибудь красивое не было бы, я приходила всегда порванная в платье. Поэтому, конечно, вот это вот, то, что я активно двигалась и так далее. И, наверное, больше всего, это, да, это как спортивная девушка уже тогда была, да, и хотелось одевать там брюки и так далее, быстрее двигаться. Это, конечно, да, было такое. Любила с маленьких лет велосипеды. Научилась уже, да, первое, сейчас скажу, где-то лет семь, уже шесть, наверное, маленьких велосипедов в наше время, может, не знаю, не было ли, не могли обеспечивать родителей, не знаю. Но она на больших велосипедах каталась, не сверху рамы, а снизу под рамой ноги сует. Первые столбы, конечно, все ее были, синяки, шрамы и кровь, все. Но все-таки научилась она кататься на велосипеде и ездила. Короче, мы следили только за ней, чтобы она далеко не уехала. Мы с моим учеником, вот, Венем Геннадьевичем Григорьевым, ездили по деревням, искали талантливых этих детей. И вот в Нарвах-Шигалях, в Баттерском районе, мы, как говорится, там есть такой очень интересный учитель физкультуры, Бородкин. Вот, он сказал, вот есть девочки, вот, только, наверное, родителей не отпустит. Оказалось так, что Ирина была одна дома, родители были на работе. Приехали, я как поняла, из школы Олимпийского резерва и нашли адрес дом и стали ее уговаривать, чтобы она поехала учиться после восьмого класса. И она, в принципе, мне кажется, она уж сразу согласилась, по ее словам она как говорила. И в это время, в обеденный перерыв, мама приехала домой. Стоит машина, за столом сидят незнакомые дяденьки, среди них у нас маленькая сестренка. И она, говорит, так напугалась очень сильно, узнала потом, в чем дело, что к чему. Ну, объяснили то, что ее хотят забрать на учебу в Чебоксары. Она была категорически против то, что нас три сестры, младшие, ну, дома помощница нужна была родителям. Она не хотела отпускать ее. Этот момент никогда не забываемый, потому что, как я активную жизнь вела, да, с детства и так далее. И, конечно, в голове было спорт и что-то достичь вообще в жизни, да, в спорте именно, какой-то титул, например. То, что они не хотели пускать, что я молодая еще, видите, в город, пустить молодую девушку на учебу и так далее. Они уж не хотели тогда рисковать. Я их прекрасно понимаю. И, конечно, в течение двух недель я их каждый день долбила и говорила, вы знаете, это мое будущее, я люблю спорт, я хочу, например, заработать денежки, я хочу вам помочь в дальнейшем и так далее. И только после этих разговоров как-то отец сказал, ты знаешь, мама, давай отпустим ее. Она хочет, она рвется и так далее. И вот решили, наконец-то, отпустить меня в Чебоксары. Видно было, что это маленькая девочка, но такая целеостремленная, такая, ну, не знаю, в ней уже просматривался вот этот такой человек сильный, целенаправленный. И мы, как говорится, не прогадали. Вначале у меня тренер был Григорий Федеменгенович. Он очень здорово тренировал тоже очень серьезно все, режим и так далее. Здорово. И огромное спасибо ему, что он не именно вот начало, когда начинаешь заниматься каким-то видом спорта, да, укрепить вот это вот и помочь спортсменам стать и заинтересовать, да, чтобы начал дальше заниматься. Это самое главное. Поэтому огромное спасибо Вениаме Геннадьевичу Григорьеву, да, первому тренеру. Вот. И потом, конечно, перешла я Красного Владимира Николаевича, более взрослая, к женщинам. И, конечно, было в первые годы очень сложно, потому что у него еще профессионализм, еще на высоком уровне было. И заниматься, и тренироваться вместе каждый день с женщинами, которые на 5, на 10 лет старше было, это, конечно, в первые годы очень сложно было. Но, с другой стороны, вот это мне как раз и помогло. Помогло, чтобы дальше двигаться и бороться, доказать. Опять-таки, независимо, что я намного моложе их. Вот. Поэтому Владимир Николаевич, конечно, очень здорово тоже помог мне подняться на тот профессиональный уровень. Тренер Ирины Калентьевой, Владимир Краснов, уникальный человек. О нем можно писать книги. Будущим автором, одной из глав, я бы посоветовал посвятить рассказу о том, как Владимир Николаевич, который не смог попасть в Великобританию, где проходил этап Кубка мира по монтейнбайку с участием Ирины Калентьевой, решил добираться на вечно дождливый туманный Альбион через Ла-Манш. И с этой целью устроился на отходящее из французского порта судно Коком. На него со стороны посмотреть, да, говорят, о, какой-то человек, какой-то носится туда-сюда, не может на одном месте сидеть, да. Но таких людей, к сожалению, мало. Владимир Николаевич прошел такой путь, спортивный путь, и сколько лет уже он в спорте и все понимает, и все видит. Не только в России, да, по всему миру ездил он на соревнования, на гонки, участвовал, через чего только не проходили. Поэтому Владимир Николаевич, конечно, как сказать, его описать даже трудно иногда, да. Он и вроде жесткий человек, он и в это же время мягкий человек, он все понимает, он старается, он душой. Я бы сказала бы, Владимир Николаевич, для меня как отец. Вот, потому что я, в принципе, очень так здорово благодарна ему, что он взялся за работу, воспитал меня, поднял меня на тот уровень, да. И поэтому огромное спасибо. 2000-й год – это особенный год. Это, как вам сказать, тогда на одно место была путевка на одно место, одна путевка на Олимпиаду. И Калентьева, как говорится, за эту путевку боролась. И Епифанова из Самары. Вот. Епифанова в то время уже выступала за американский клуб «Канандаэль». Вот. И постоянно находилась в Америке, естественно. А мы находились все время в Чебоксарах. То есть готовились в условиях Чебоксар. Если гонщица занимает на чемпионате России первое место, она, значит, едет на Олимпийские игры. И вот проходит чемпионат страны. И Калентьева выигрывает три минуты у этой Епифановой. Соревнования проходили в этом, в Ижевске. Вот. Радость была такая. Потом нам объявляют, буквально через неделю говорят, что этого мало. Значит, отбор будет на чемпионате Европы. В Голландии. И вот на чемпионате Европы, значит, Ирина Калентьева уезжает в группу отрыва. Она шла в шестой позиции. Епифанова шла где-то в восемнадцатой позиции. И на втором круге рвется цепь. И она сходит. Потом все-таки решили еще проводить соревнования. Это чемпионат мира. Сказали, окончательно будет на чемпионате мира. Кто будет. Потому что видели, что Калентьева в отрыве шла. Вот это. И поэтому, как бы, чтобы не закрывать дверь для нее, это на Олимпиаду. Значит, объявили, что в Сиэре-Невадо, в Испании, вот там определится тот человек, который поедет на Олимпийские игры. И вот в Сиэре-Невадо, вот, на чемпионате мира Калентьева обыгрывает эту Епифану опять где-то около трех с половиной минут. И уже объявляет, что вот Калентьева едет. И потом, значит, нам в Москве сказали, что надо ехать в Швейцарию на последний этап Кубка мира. Из этапа Кубка мира, кто Епифану или Эту уже окончательно уже поедет на Олимпийские игры. Ну, мы приехали в Швейцарию. Вот. И Епифану никак не приезжает, нужно уже прорегистрироваться. И я вот представителя Москвы, эту федерацию спрашиваю, а когда приедет, приедет там она, не волнуйтесь. А потом уже, когда уже регистрации прошли, ее не было, она уже все, мне просто сказали, так, ты мужайся. Епифанова уже в Сиднее. Спортсменка плакала, рыдала, потому что это так тяжело было все это пройти. Вот. Но потом мы собрались, сказали, что мы все равно будем, дойдем до медали, еще не только участвовать будем. В спорте, или вообще, бывают такие моменты, да, и где-то можно проиграть, где-то можно выиграть, где-то какие-то, тем более у нас вид, технический вид спорта, маунтейн-байк, где-то можно прокололся и так далее. Вот эти моменты, их нужно правильно пережить. Это самое главное. И тот 2000 год, когда я не попала на Олимпийские игры, это, наверное, мне настолько укрепило, вы знаете, потому что пережить такое, что не попасть, а то, что я доказала, что я сильнее остальных моих конкуренток была. И то, что меня не взяли, это, конечно, очень обидно, но я вот этого зло и обиду не стараюсь долгое время держать в себе, поэтому это мне, я думаю, укрепило. Не хочется, конечно, все это вспоминать, как тяжело, как трудно было, потому что я думаю, что спорт, профессиональный спорт, это очень жестко, это через такие, какие только не переживания надо проходить, да, а это уметь надо все, как бы их отпустить и дальше вперед смотреть, идти и бороться. После этой Олимпиады мы решили уже очень серьезно готовиться, вот, ну, как можно больше выступать. Раз Епифаново там за границей находится, нам надо тоже было что-то решать, потому что, находясь в России, где было только где-то 6 этапов Кубка России, это было мало, а нужно было где-то принять около 30-35 стартов таких, чтобы достаточно быть конкурентными на международной арене. После 2000 года тогда очень было трудно с финансами. Мы брали в машину, например, кирогаз, ну, не кирогаз, была эта, как называется, плита у нас газовая, мешок, гречки, потом тушенка. И вот мы так вот путешествовали на четверке, например, доезжали до Польши, в Польше выступали, если там немножко брали призовые, значит, ехали дальше в Чехию. Если чехи опять что-то брали, значит, ехали дальше. И вот один раз мы добрались даже до Португалии, до Лиссабона. В 2001 году на Кубке мира мы впервые заняли второе место. Это была такая радость невозможная, потому что вот она только не смогла догнать Фуяна. А Фуяна тогда, эта испанка, была чемпионкой мира в том времени. Она только ее не могла обыграть. Тогда мы поняли, что мы уже можем побеждать. И после этого, значит, на нас обратили внимание немцы. И уже фирма Мерида, команда Мерида пригласила нас уже на совместную деятельность. Подготовка к следующим Олимпийским играм в 2004 году. Подготовка прошла отлично. Мы отработали все эти схемы подготовки, выбрали. И очень хорошо подошли к этим. Она просто летала вот этому. Вот завтра старт. Мы провели последнюю там, как говорится, просмотр трассы еще раз. И она просто ее несла. Чувствовала, что она в прекрасной форме. Но была жара. Очень жарко было. И вот банально, и вот это вот... А там почти везде стояли вот такие автоматы бесплатной водой и так далее, и так далее. И вот она не удержалась. Вот. И не удержалась, видимо, когда спортсмен в высокой форме, то есть в хорошей спортивной форме он, как говорится, любая мелочь его может. И вот это банальная простуда. Банальная простуда. Вот. Температура. Потом пытались сбить это. И, собственно, стартовала вот в таком состоянии уже ни в каком. Подготовка шла тогда очень здорово. И, в принципе, я была готова, да. И здорово подготовилась к этим Олимпийским играм в Афине. Но, видите, профессиональный спорт, также здесь важно быть здоровым, да. Не только тренироваться с утра до вечера и так далее. Здесь нужно здоровье. Здесь надо следить за здоровьем, да. Иногда бывают вот эти вот именно перелеты, климатизация и так далее. Жара, тем более там было, да. И то, что я, конечно, в жаркую погоду, например, ехать на гонке, мне намного тяжелее, чем в прохладную, да. Это тоже зависит. И, конечно, буквально за два дня до гонки я заболела. И у меня ангина была, то, что жар, перепад температур, акклиматизация и так далее. Это, конечно, очень жалко, да. Очень жалко, что такие болезни, или они появляются, да, даже несколько дней до старта. Но все же я участвовала на этой гонке, да, на Олимпийских играх. И, как бы, с температурой даже в 39 градусов, да, я проехала 13-го. Я закончила 13-й среди 35 женщин, да, несмотря на это. Это было такое разочарование, конечно, да, невозможность. Это было тяжело переживать, потому что тогда я был уверен, что, ну, медаль будет. Вот, уверен был. Этим жил, этим и она жила и так далее. Вот. Но, увы. 2008 год. Пекин принимает 29-е летние Олимпийские игры. В неофициальном командном зачете впервые побеждают китайские спортсмены. У них 51 золото. Американские атлеты добывают 36 высших наград и располагаются на второй строчке, замыкая тройку Олимпийской сборной России с 23-мя золотыми медалями. Представительница Чуваши Ирина Калентьева становится бронзовым призером в дисциплине кросс-кантри, принеся тем самым первую олимпийскую медаль в истории мунтенбайка России. В Пекине на этих Олимпийских играх, конечно, тоже чудо сотворилось, да, потому что чувствовала нормально. Вот первый и второй круг ехала в тройке. И, к сожалению, на втором круге я тогда упала очень сильно на камни. И здесь и с переключателем какие-то проблемы были и так далее. Но я все же боролась. Я улетела на шестое место. Потом, конечно, в течение гонки, вот у нас 6 кругов было, в течение гонки боролась, боролась, двигалась вперед. И до последнего круга я ехала на четвертом месте, да, потому что, например, потерять столько времени при падении, а потом дать все силы и двигаться вперед, да, передвигаться вперед, это очень много силы надо. Поэтому до финишной линии 500 метров я вижу уже, которая едет третье место, да. Это была канатка Катерина Пендра, вот. И просто у меня в голове было, нет, медаль нужна, медаль нужна, да. И только вот этим настроем за 300 метров до финиша на последнем подъеме у нее что-то случилось. Вы знаете, такой момент, когда я уже начала переживать, да, нет, четвертое место, это не то, да. И тогда у нее что-то случилось, она уже начала волноваться, потому что слышала, как я ехала сзади, да. И в этот момент я объехала ее, и как бы за 10 или 20 метров с отрывом я заехала третье место. Поэтому, вы знаете, маунтинбайк – это такой технический вид спорта. Здесь надо бороться до конца, даже за метр до финиша надо бороться, потому что все может случиться впереди, да. Неважно, на четвертом, на пятом месте, все же надо быть уверенным, что ты что-то можешь сделать. В Калентьеву самую первую позвонила, угадайте, говорит, какую медаль. Я говорю, а медаль точно, говорю, есть? Есть, говорит, это. Ну, говорю, угадайте. Я говорю, наверное, третье место. Ира, точно, говорит, угадали. Он в таком шоке был, в принципе, я когда разговаривала с ним, да, ну что там, как там, я говорю, третье место. Ну, молодец, ну, невозможно. Ты знаешь, даже я, даже он, знаешь, вот этот момент, он, наверное, как-то забыл, что он не смог приехать, да, и ему было все равно. Он сказал, да, есть медаль, здорово, молодец. И это неописуемый момент, когда он вообще сказал, все, ты сделала свое дело, молодец. То, что я выбрала этот путь, судьба, невозможно сказать, потому что я же сама хотела с детства заниматься спортом, доказать, да, вот. И это интересно, это интересно заниматься вообще спортом, потому что что-то доказать именно, например, цель в жизни, да, поставишь, например, цель сделать это, да, это самое главное. Вот даже независимо, вот, например, простые люди, которые работают, да, я бы хотела также сказать, чтобы у меня была также цель, чтобы они радовались, чтобы они работали, да, с радостью, да, и когда достигнешь цель, можно идти до конца, и можно гордиться. Вот, я, в принципе, горжусь, вы знаете, я горжусь, что я защищаю честь Родины, защищаю Россию, да, что я сильная спортсменка и так далее. Вот и все здорово. Ну что ж, на этом наш цикл программ на Олимпе завершен. Мы рассказали вам об истории олимпийского движения Чуваши, начиная с Олимпиады в Хельсинки, это 1952 года, до Пекинских игр 2008 года. Лондонская Олимпиада успела нас порадовать бронзовую медалью марафонки Татьяны Петровой Архиповой. Ну и, конечно же, напомню, что 11 августа в программе Лондонской Олимпиады женский мунтейнбайк с участием героини сегодняшнего выпуска Ирины Калентьевой. Ничего больше по этому поводу говорить не буду. Просто послушаем музыку, чтобы успокоиться перед стартом. Мне приснилось небо Лондона В нем приснился долгий поцелуй Мы летели вовсе не держась Кто же из нас первый упадет В дребезги на Тауэрский мост Утром, я узнаю, утром Ты узнаешь, что сжечь В этих снов дорожек Ничего и нет Без таких вот звоночков Я же зверь-одиночка Промокнусь, векнусь, ночью не заметит никто Все тот же зверь-одиночка Считаю шажочки До последней до тучки Побежали летать Субтитры создавал Ирина Калинь» Субтитры создавал DimaTorzok